В одинаковых автобусах совершенно разные дети, разные семьи, социальное положение, возраст, воспитание, интересы. Схожи лишь ожидания от летнего лагеря. Собираюсь там по полной отдохнуть, развлекаться. Заведу новых друзей. Три часа и, наконец, приехали. Это уже Тульская область. Вокруг красота. Но детям пока не до нее. Время занимать койки и разбирать чемоданы. А что это такое-то вообще? Водяной бластер. Ага, прекрасно. Ю-пи-ю. Дальше, что еще есть? Дальше тут мама положила, чтобы прическу делать. А вот девочки, по крайней мере, они так говорят, чемоданы собирали сами. Поэтому у многих вместо необходимого, например, полотенца, еще одно платье. Лала все подряд и вспоминала то, что я забывала, так Лала сверху. Какая самая важная вещь, которую ты взяла с собой? Мармеладки. Для меня это самое важное. Чемоданы у детей, как раньше, на предмет всяких напитков и прочей запрещенки воспитатели уже не проверяют. Говорят, незачем. То есть ничего с собой запрещенного не врага? Нет, ничего. Я чипсы по дороге съел, так что и считается. Сейчас совсем другие дети. Я не знаю почему, но может быть они этого боятся, но у нас нет проблем с этим. То есть дети не курят, дети не пьют. У них просто нет на это времени. Помимо очевидных запретов, в лагере нельзя есть фастфуд и покидать корпус ночью. В современном летнем лагере за территорию детям уже не сбежать. Везде высокие заборы, охрана, камеры. Так что ночной кошмар вожатого теперь в другом. Когда воспитанники пытаются развлечься самостоятельно, ходят к бассейну после отбоя или пытаются залезть на такие вот веревочные парки без инструктора. Впрочем, самый страшный запрет для современных детей – гаджеты. Мальчики, сдаем телефоны? Хорошо. Да. Телефонами можно пользоваться один час в день. Все остальное время они хранятся в сейфе. Прежде чем забрать, каждый гаджет вожатые тщательно изучают. Чтобы не подложили муляж, современные дети – хитрющие. Некоторые могут положить какую-то штучку в чехол, и видно, что это телефон. На самом деле это не телефон. И они сидят всю ночь, потом играют. Первый день заезда – нет каких-то активных игр или вечерних дискотек. Дети знакомятся с правилами, вожатыми и друг другом. Марабаном даже по улице идет. Впереди 21 день незабываемого летнего отдыха. Дмитрий Цветков, Константин Стручков, Кристина Агаева и Ксения Макляк. Первый канал.